всем привет я рад что вы уже все проснулись так же как я только что приехал с рынка иначе щавеля я потом уже не увижу а для чего мне нужен сегодня щавель как вы думаете совершенно верно буду готовить зеленый борщ а сейчас кто-то скажет а это не зеленый борщ хорошо тогда я буду готовить суп и щавеля или щавелевый суп а кто-то скажет не щавелевый а щавелевый знаете что если бы русский язык был такой же точный как немецкий тогда бы проще сказал за амфер зубы понятно поехали да кстати покажу что я приобрел так ну вот я купил мясо молодого бычка на косточке отличное мясо но это брал я специальном магазине такое мясо я беру как правило в магазине для предпринимателей но это я конечно загнул проще сказать для людей работающих на себя которые не забывают платить налоги также взял свежий шпинат буквально два пучка два пучка виновника торжества вот чтобы купить этого товарища нужно с утра пораньше подорваться на рынок иначе его потом уже полдесятого утра уже не будет а может и раньше поэтому это нужно делать с утра так ну и пучок свежего укропа но все остальное такие вещи как картофель бекон и яйца у меня дома есть ну первого на первое приготовлю бульон как готовится бульон именно из говядины вы найдете в подсказке в правом верхнем углу или под видео как обычно или вы воспользуетесь ссылкой на мой плейлист супы где я показываю как я на говяжьем бульоне готовлю суп там я говяжий бульон готовлю скороварки возможно это кому-то будет интересно просто скороварки он готовится быстрее так ну прежде чем я начну готовить всю зелень я промою листочки шпината они содержат в себе очень много песка поэтому промыть их нужно будет несколько раз затем я их отделю от стебля и отправлю в емкость чтобы вода стекала как я уже сказал шпинат промойте несколько раз тщательно будет неприятно если потом песок будет скрипит на зубах пока я занимаюсь подготовкой зелени к моему супу еще не поздно сходить за крапивой если вы хотите если у вас нет шпината допустим но только не куда-нибудь там парк победы а желательно к себе в огород где сейчас именно в этот момент растет молодая крапива которую еще можно прекрасно использовать в дополнение к этому супу ну а если все есть то смотрим дальше я для начала на рву немного и листьев петрушки стебли как таковые мне не нужны до зелень у меня уже вся у этой нарезаю произвольно не рублю нарезаю так просто зелень сохранится лучше даже укроп здесь по зелени определите сами кому сколько я вам не могу так сказать на глаз я могу конечно взвесить но если у вас у каждого такие весы вот этого количества зелени будет достаточно для 4 литровой кастрюли супа а еще свой зеленый борщ я добавлю один секретный ингредиент потому что он у меня есть это не обязательно эстрагон или тархун неважно как вы его назовете аромат его от этого не уменьшится но немножко дали щавель у меня уже тщательно промыт нарезаю также мелко скажем так ну не совсем мелко щавел я промыл также как и шпинат несколько раз и правильно сделал песка с него вывалилась более чем достаточно ну и сюда же нарезаю шпинат шпинат немного крупнее щавеля поэтому его по длине листа разрезаю на одну-две части и также потом нарезаю что я еще лично люблю добавлять деревянный борщ так это слегка под копченый бекон его в германии можно купить в любом большом продуктовом магазине в упаковках по 300 грамм здесь ровно половина на чечкурку я отрежу хрящик вот этот я вырежу бекон я порежу крупно так как не все в моей семье любят его есть и нравится запах но они не хотят его есть они видели соблюдают диету я в этом случае порежу его крупно чтобы его можно было в любой момент удалить я знаю у кого он окажется в тарелке и теперь я этот бекон так как он еще все равно очень жирный я его обжарю то есть я вытоплю с него излишки жира сковорода уже прогрелась я добавляю немного растительного масла буквально чуть-чуть немного растительного масла ему не повредит и начинаю обжаривать его на невысокой температуре моя задача не сколько его зажарить сколько вытопить излишки жира ну и для зеленого борща мне понадобятся вареные яйца я буду готовить их ровно 10 минут вода кипит никакой соли ничего здесь нет просто вода яйца 4 штуки на шумовку мне больше не нужно прямо из холодильника размер яйца средний яйца размера м отправляя их вот так как они есть чтобы у меня не дай бог яйцо не упало и не разбилось если кто-то не хочет так делать и заморачиваться можно делать проще разбить все яйца в одну чашку взболтать их как на болтунью и потом уже в конце когда суп уже будет почти готов влить прямо в суп струйкой и все накрою крышкой 10 минут так где мое яйцо без яйца как без рук ждем так а в это время бульон для супа тоже готовится я не стал его вталкивать в это видео я для этого сделаю отдельное видео ссылку на него вы найдете правом верхнем углу или под видео а там вдали а тут потихонечку у меня обжаривается бекончик вот с одной стороны мне он уже нравится я его переворачиваю так ну яйца сварились одно яйцо я оставлю еще варится три минуты а 3 я отправляю часу с холодной водой чтобы она стала она мне просто нужно чтобы было полностью вкрутую так бекон на дальнем плане готов я его вынимаю из сковороды ну и пусть ждет своего часа картофель я подготовил взял я буквально пять небольших картофелин сразу отправлю картофель отправлю бекон час бульона просажу уже непосредственно в кастрюлю ну и отправляю эту часть картофеля с бульоном вариться на плите до полного приготовления картофеля так мы переходим заключительной фазе картофель сварился я его вот так вот толкушечкой измельчаю тем самым как бы придаю бархатистость моему супу и вот теперь я отправляю щавель со шпинатом как вы заметили я только надел часть бульона потому что мне нужно чтобы зелень моя немного осела ну вот теперь на этом уровне я добавлю недостающую часть бульона все этого будет достаточно даю супу закипеть пробую на соль добавляю зелень и суп готов суп закипел щавель готов отправляю зелень перемешиваю и отправляюсь на стол подачи ну что делаем подачу здесь можно сделать несколько вариантов если кто-то хочет без мяса то мясо можно оставить в стороне то есть я стараюсь продумывать за всех кому чего и сколько ну теперь яйцо можно его сделать вот так и немного сметаны это для супруги для меня немного по-другому с беконом и с прочими прелестями яйцо это 10-минутное и немного сметаны вуаля мой зеленый борщ готов ну вот супружеский долг почти выполнил обед приготовил осталось дело за малым если вам это видео зашло оставляйте комментарии если не зашло не оставляйте комментарии а я вам желаю всего самого доброго и до новых видео